До нового учебного года чуть больше двух недель. Каждому хорошо знакома эта суетливая пора. Покупка констоваров, белых блузок и рубашек. Ну и, конечно, этот непростой выбор самого модного дневника. У благотворительного фонда «Добрая надежда» в эти дни тоже горячая пора. Нужно помочь собраться в школу тем, у кого не хватает средств. В основном это малоимущие семьи из районов. Арифметика тут проста. В среднем, чтобы обновить содержимое портфеля, сам портфель и гардероб школьника, нужно около 10 тысяч рублей. В муниципалитетах это примерно месячная зарплата одного из родителей. А что если детей двое или трое? Несколько лет мы уже собираем констовары, объявляем сбор констоваров перед началом учебного года, чтобы для наших благотворителей, для граждан города Иваново тоже это было чем-то знаковым. Мы всегда стараемся как-то сделать большое событие. В этом году фонд «Добрая надежда» вместе со своими партнерами организует большой благотворительный концерт. Пройдет он 20 августа в 12.00 в атриуме торгового центра «Тополь». Концерт будет очень большой, интересный. На все мои предложения ни один человек не отказался. Нас поддержал цирк Ивановский, модельное агентство «Индига». Нас поддержали студия Хабенского, которая в данный момент называется уже «Клевер». Их переименовали. Меня поддержали многие, кому это интересно, кто готов подарить частичку своего тепла, доброты, сердца детям, которые обделены чем-то. Вместо входного билета – констовары. Помощи ждут школьники из Иваново, Тейково, Комсомольска, Песцова и Фурманово. Приносить нужно констовары. Это ручки, тетрадки, клей, ножницы, альбомы для рисования, фломастеры, карандаши. То есть все, с чем ребенок идет в школу 1 сентября. Мы будем очень признательны, если принесут рюкзаки, сумки школьные, пеналы, потому что вот это уже более дорогостоящие вещи. Фонду предстоит собрать в школу более 60 мальчишек и девчонок. Тимур и Руслан в их числе. Ребятам помогают уже не первый год. В этом году мы тоже к ним обратились, потому что у меня как бы безвыходная ситуация. То есть нужна помощь, зарплата небольшая, и поэтому я не могу сама купить им все то, что нужно для школы. И покупали вот они одежду, констовары нам тоже покупают. Татьяна двоих сыновей воспитывает одна, работает женщина в детском саду, получает минималку, почти все уходит на квартплату. И таких историй выживания много. Большая акция по сбору констоваров, напомним, запланирована на это воскресенье. Если прийти не удастся, то все необходимые контакты есть на сайте фонда Добрая Надежда. На денежные пожертвования будет куплена одежда и обувь. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.